Вот такая у нас сегодня погодка, такая весна. Мне кажется, я и зимой не помню такого снега. И холодно ужасно. Вышла я сейчас из дома для того, чтобы съездить в магазин. Нам нужно купить основные продукты, молоко, хлеб. Хлеб черный, белый. Ездим мы по одному в магазин. Мне нужно купить еще, заехать перчатки в светофоре. Кстати, вот попробую заснять, если получится, как обстоят дела у нас в магазинах. Это небольшой город Барановичи. 170 тысяч где-то населения. В общем, у нас все пока спокойно. Я попробую, если получится, засниму, что и как обстоят дела у нас. Сейчас, на данный момент, сегодня 22 марта. Вокруг весь мир на карантине. В Беларуси карантина нет. Ну, в общем, в светофоре люди есть, продуктов тоже достаточно, туалетной бумаги. Но единственное, зачем я сюда ехала за перчатками одноразовыми, их, к сожалению, нет. И мне сказали, что их уже нет давным-давно. Вот, как всегда, после выхода из магазина использую антисептик. Я, конечно, не панипер, но в такой ситуации, в таком количестве и скорости, как распространяется этот вирус, конечно, лучше поберечь себя. Поэтому тоже вам советую всегда с собой носить антисептик. Этот был магазин «Светофор». Это сеть. Здесь у нас их, наверное, в городе 4 штуки. Это известная сеть, наверное, я так думаю, российская. Многие ее знают. Сейчас я поеду в Билл Маркет. Это наша местная сеть. Тоже большой магазин. Поеду, посмотрю, что там, как обстоят дела. Вот, смотрите, люди гуляют. Все нормально. Вот школьники идут со школы. Все хорошо. Все на работе, с работы гуляют. То есть все как обычно. Жизнь у всех кипит. Никаких изменений. То есть никакой информации до людей, наверное, никак не донесли. Правильно, что нужно сидеть по домам. Смотрите, вот возле магазина сколько толпа людей. Все идут спокойненько гуляют. Стоят на остановках. Куча людей стоит, ждет автобуса. Куча людей в самих автобусах. Несмотря на то, что ближайшая Украина, ближайшая Россия. Позакрывали свои границы. Позакрывались на карантин. Здесь также продолжает есть забитый битком общественный транспорт. Вчера, кстати, заходили на Алиэкспресс. Хотели каких-то масок заказать, таких нормальных. Потому что здесь у нас продаются только марлевые. Они, не знаю, помогают чем-то. Или чисто морально одеть и спокойно ходить. Я не знаю. Ну, в общем, хотели заказать из Китая. Но такие с клапанами, с фильтрами. Многоразовые. Время доставки ожидаемое до 1 июня аж. То есть, я думаю, сейчас такие реальные сроки поставки только на лето. Реально возможные. Потому что Китай сейчас оживает и шьет маски для всех остальных стран. Поэтому большие объемы. И по одной, наверное, никому не интересно. И поэтому вот такие сроки огромнейшие. То есть, я думаю, я надеюсь, что до лета уже все закончится. И она нам не нужна будет. Поэтому мы ничего не заказали. Ну, будем как-то обходиться вот так. Ну, пожалуйста, макароны любые. Гречка, рис. Все есть. Сахар. Салетная бумага. Кому надо, приходите. Приезжайте в Барановичи. Все есть. Ну, вы видели. Здесь тоже все хорошо. Куча продуктов разных, какие хотите. Что хотите. Все в достатке. Все есть. Продавцы сидят без масок. Люди тоже ходят без масок. Все как всегда. Все как обычно. Все супер. Не паникуйте, люди. Зачем паниковать? Гуляйте. Ходите. Веселитесь. Ужасно. Вы знаете, вот этот город, это вообще особенный город Барановичи. Например, если до Беларуси вообще все доходит медленнее, чем во все страны, то в Барановичи еще медленнее доходит. То есть, если в Минске уже что-то люди как-то о себе начинают заботиться, то есть, они там ходят сами на карантин добровольно, то есть, какие-то движения в этом плане в правильном направлении уже есть, то Барановичи, как всегда, отстает еще и от Минска. И в Барановичах ничего подобного нет. И я, как опять же мне кажется, кипишу, но только мы с мужем еще одна моя знакомая. То есть, мы не кипишуем, точнее, а то есть, серьезно подошли к этой ситуации, к этой обстановке и, ну, как бы воспринимаем все серьезно. В отличие от всего города, как мне кажется. Такая ситуация. Барановичи, проснитесь, очнитесь. Эх, Барановичи. Ну, с вами была я. Краткий обзор того, что происходит у нас в Барановичах. На данный момент, сегодня у нас 22 марта. Будем наблюдать дальше, что как будет происходить. Пока с вами попрощаюсь. Всем пока-пока. Берегите себя, свое здоровье, своих близких. Вот, и всех люблю. Пока. Пока.